Это было в моей семье со времен отца моего отца, а я старший сын нашей семьи. Наши цены разумные, кровати в порядке, и да, здесь неплохая. У нас бывают самые разные гости, торговцы, солдаты в экспедициях, курьеры и так далее. Это место, где проходят люди, путешествующие при самых разных обстоятельствах. Папа говорит, что моя работа содержать улицу перед гостиницей в чистоте и удовлетворять потребности гостей. Мама говорит, что моя работа развешивать простыни, сушить и иногда менять солому. Иногда, когда я ношу их багаж, гости дают мне сдачу. Так что я тоже это делаю. Провожать гостей, когда они уходят, это работа, которую я решил для себя. Сколько я себя помню, я всегда испытывал своего рода восхищение перед путешественниками. Провожая их с восходом солнца, я не знаю, сколько раз я испытывал желание сопровождать их. Конечно, я знаю, что этого никогда не произойдет, потому что однажды я унаследую эту гостиницу. Поэтому самое приятное для меня это слушать, как гости рассказывают о своих путешествиях. Гостем, пришедший в тот день, был путешественник в черном собачьей мордой. Не знаю, как уж редко можно было увидеть путешественников одетых в мех... Животного? Животных, но я был удивлен увидеть одного с головой животного. А, в мех же, ну в смысле, да, я понял, логично. Просто одежда. Я сначала буду думать, что это тебе норма, что ли? Нет, не норма. Ух ты, ты фукаши, сан, из того единственного раза? В этот вечер у нас было много гостей, поэтому когда я... Когда ему сказали, что, возможно, остаться... Возможно, осталась только общая комната, он ответил. Я не против, я возьму это на себя. На себя что? Типа оплату или чё? Ради этого гостя папа расчистил самую тихую внутреннюю комнату. А! Типа ему сказали, а он сказал, что типа, всё ок. Всё предусмотрено, видимо, в этом плане. Когда я пошёл отнести... Пошёл отнести одеяло, путешественник добродушно со мной заговорил. Я спросил его. Я давно здесь не был, но здесь ничуть не изменилось. Не потери ли он истории своего путешествия? Ладно, надо было читать, как есть. Конечно, какую историю вы хотели бы услышать? Я не был уверен, но... Я хочу услышать о чудесном зрелище, которое вы видели. Что-то, чего я, скорее всего, никогда раньше не видел. Очень хорошо. Я расскажу вам о подводной стране, которая давным-давно опустилась на одно озеро. В ту ночь мне приснился сон о руинах королевского... Королевского храма на дне озера. Я нырял всё глубже и глубже в поисках сокровищ, пока свет не стал настолько далёким, что я ничего не мог разглядеть. Я попытался всплыть на поверхность, но... Хоть и грёб руками... Не двигался. Внезапно меня охватил страх, и я отчаянно боролся до тех пор, пока... Ээээ... Окей... Типа... Демонстрация резкого пробуждения, наверное. Спасибо вам за ваш рассказ. Вскоре после этого мне приснился сон о подводной стране. О, вообще-то мне тоже приснился сон. Мой сон был о земле до того, как она затонула полностью. Это был прекрасный го... Мой сон был о земле до того, как она затонула полностью. Это был прекрасный город. Это заставило меня подумать, что... Мне тоже всё... Нет, всё же то. Мне следовало рассказать тебе о том, каким он был тогда. Что ж, в следующий раз когда-нибудь... Когда кто-нибудь попросит меня рассказать о моих путешествиях, я расскажу им о тебе. Это путешественник. Если бы он снял эту маску, был бы он под ней очень старым человеком? Папа мне не ответил. Ну, возможно, да, многие просто думали, что это маска. Другой вечер в гостиницу пришла женщина, которая, по-видимому, путешествовала одна. Когда я предложил взять её сумку... Ну, спасибо вам, у меня есть ещё инструменты снаружи. Инструменты? Я заблудилась по дороге и после того, как побродила туда-сюда, устала. Скажите, не могли бы вы указать мне кровать, на которой я бы лучше всего выспалась ночью? Поэтому я порекомендовал номер в нашей западной стране, так как на прошлой неделе я только что поменял там постельное бельё, чтобы оно было мягким и удобным. Она была художницей, поэтому, когда я спросил о её путешествиях, она показала мне различные рисунки. На одном была изображена девочка примерно моего возраста. О, я познакомилась с этой девушкой, когда группа путешественников-артистов позволила мне переночать в их палатке. У неё были ужасные шрамы на обеих руках. И, по-видимому, она не обладала выдающимися талантами, но умела шить и готовить. Овощный суп, который она приготовила, был восхитителен. Наверное, наручей. И всё же она считала себя бесполезной среди этой группы. Она была тихой, сдержанной, с робкой улыбкой. Я попросил её поделать для меня, чтобы она больше открывала своё сердце. В ту ночь мне приснился фургон с необычным декоративным оформлением, припаркованным перед гостиницей. Группа путешествующих-артистов из далёкой страны вышла и сказали, что хотят остановиться в гостинице, поэтому я повёл их внутрь. Потом я заметил девушку, которая колебалась в дверях. Ожидая, что мы станем друзьями, я протянул ей руку. Я не помню, протянула ли она свою руку навстречу. Какой впечатлительный пацан. Спасибо вам за ваш рассказ. Нет, спасибо, что позволил мне нарисовать тебя. Если кто-нибудь ещё когда-нибудь спросит меня о моём путешествии, я покажу этот набросок и расскажу им о вас. Да, и ещё скажи хозяину, что обычно мне требуется... Но здесь из матроса сена был самой удобной кроватью, на которой я когда-либо спала. Требуется что? С тех пор я тратил больше усилий на наши постельные принадлежности и подушки. И где-то на этом пути гостиница стала известна своими хорошими кроватями. Путешественник, прибывший в тот день, очевидно, не был гостем. Если бы не такая погода, я бы переночевал на улице. Но из-за дождя моя машина застряла в грязи. Путешественники без денег часто приходят с визитом, чтобы мы предоставляли им пустую конюшню. Ну, я так тоже думаю, но странно, почему этого нет в тексте. Это, типа, косяк перевода или в оригинале так же было? Я просто часто замечаю, что просто нету слов каких-то буквально. Я не первый раз замечаю, что просто куска фразы не хватает прям. Путешественники без денег часто приходили с визитом, чтобы мы предоставили им пустую конюшню. Я видел, как путешественник ловко заработал немного денег в столовой, но, похоже, он не собирался тратить их на номер здесь. Когда я принесла ему остатки нашего ужина, он дал мне небольшой сверток из своей сумки. Что это такое? Семена? Это были запасы на крайний случай. Я слышал, что плоды и эфирное масло этого растения панацея от всех болезней. Он по-прежнему высоко ценится в северных сельских районах. И я думал, что даже наличие семян принесет деньги, но обнаружил, что пытаться выращивать его в этом холодном регионе слишком хлопотно. Я могу оставить их себе до тех пор, пока сможешь их вырастить. Но я скажу вам, что если посадите семена, то придется ждать 10 лет, прежде чем сможете собрать плоды. Той ночью мне приснился сон, что я посадил семена, которые дал мне путешественник. Мог бы просто посадить. Когда я поливал их, растения внезапно проросли виноградными лозами. И на моих глазах превратились в покрытия листвой деревьев. А, покрытые, наверное. Да, покрытые листвой деревьев, которые возвышались надо мной. Фрукты цвета солнца болтались тут и там. Когда я выбрал один, у него был странный запах, похожий на ликер и духи. Я откусил большой кусок фрукта и проснулся. Горький! Нашими последними гостями однажды вечером были бесстрастный путешественник в черной шляпе и двое маленьких детей. Кстати. Да, он тут уже без шляпы. Значит, это все... Ну, ладно, да. Очевидно, что это приезжает рядом во время, что он вообще не вырос. Незадолго до этого гость, который был солдатом, рассказал мне историю о похищении ребенка. Но по какой-то причине, глядя на нее, я вспомнил об этом. Ммм, солдат. Когда я спросил, могу ли я помочь донести ее багаж? Нет, спасибо. Я понесу его-то сама. Я все равно боялся прикасаться к гробу, так что почувствовал небольшое облегчение. На втором этаже у нас были только одноместные номера, поэтому я выбрал для них небольшую комнату в мансарде. Я пошел отнести им одеяло, но прежде чем я успел вымолвить хоть слово. Привет, малыш, мы слышали, ты собираешь рассказы путешественников? Заговорила летучая мышь. Но, честно говоря, впервые мне не хотелось слушать о путешествиях. Мне нечего делать, так что я тебя угощу. Какую историю ты хочешь? Ну, угощу, видимо, историей. Ну, что у меня было предчувствие, что я не услышал забавных историй от них. Я был немного груб, когда сказал, хорошо, о месте, куда ты никуда больше не захочешь возвращаться. Ммм, должно быть это место, где мы недавно проезжали. Я думал о том же самом. Это было на гребне холма, когда мы пересекали горы. Солнце почти село, и у меня ужасно болели ноги и спина. Но до ближайшего города было полтора дня езды. Вот тогда-то мы и заметили маленький огонек. Это была гостиница, которой управлял мрачный старик. Когда он был там один, у меня уже возникало плохое предчувствие по поводу этого места. Но это был отдаленный регион, и у нас почти закончились припасы. И, несмотря на все это, он воспользовался нами и взял в три раза больше рыночной стоимости за номер. Окей, плохое место чисто. Буквально плохое место, без всякой интриги. На ужин была холодная пшеничная каша и маринованные свиные отбивные. Да, и мышиная порция сыра. А, да, и мышиная порция сыра. В комнате гулял сквозняк, на открывать и пахло плесенью. Ночью что-то бегало по дому. Ну, наверное, нам было бы удобнее спать в гробу. Это всего лишь гостиница. Не просто гостиница. Настолько ужасная, что ты не смог бы заплатить меня за возвращение. Во время нашего путешествия мы столкнулись с некоторыми действительно плохими дорогами. А совсем легко забыли о них. Правда, по какой-то причине воспоминание о паршовой гостинице просто засело у меня в горле. С другой стороны, когда мы находим хорошую гостиницу, я так благодарна, что это компенсирует тяготы дороги. Пахнет валеным мясом. Просто нечистые, как в монастыре. Нинджико и Санджи уже исчезли, как свет. В ту ночь мне не только ничего не снилось. Я даже не мог заснуть. Если подумать, папа однажды сказал, что даже дедушка, который основал гостиницу, впервые пришел в эти края странствующим путешественникам. До сих пор я думал, что мир путешественников, которые приходят и уходят, находится по другую сторону этой двери. Но, похоже, у меня были неправильные мысли. В конце концов, я не смог заснуть, поэтому открыл окно и увидел, как они уезжают, хоть солнце еще не взошло. Путник, подождите! О, вчерашний мальчик! Даже если кто-то будет приставать к вам с рассказами о ваших путешествиях, пожалуйста, не рассказывайте им обо мне или этой гостинице. Только после того, как я стану больше, смогу делать гораздо больше и буду уверен, что управляю гостиницей, о которой стоит рассказать. Реклама, блин. Прошло время, прежде чем я осознал это. Я стал взрослым и стал хозяином гостиницы. Путешественник, который дал мне эти семена, сказал, что их трудно выращивать в холодной земле. Поэтому сначала я посадил их в горшках, вынося на улицу в теплые дни. Тогда они стали такими же высокими, как я. А, когда они стали такими же высокими, как я, они начали приносить плоды. Один из наших гостей сказал мне, что это лимонные деревья. О, реально, в холодных не очень растут. Источник я, как говорится. Я дарил их в качестве прощального подарка гостям, которые собирались пересечь море или были в экспедиции. А иногда использовал их для обмена с торговцами. И так давно я тоже... Я, короче, поженился. Она была членом группы странствующих артистов. Эстрады, которые иногда останавливались в гостинице. А, это не будь, которую рассказывала художница. Они должны были задержаться некоторое время, пока готовился их фургон из-за постичь провизии. Я влюбился в нее с первого взгляда, разговаривал с ней при каждом удобном случае. Она редко улыбалась, и на обеих руках у нее были шрамы от старой травмы. И благодаря моим фруктам и ее талантам в готовке, гостиница также приобрела репутацию места, где подают вкусные блюда. По мере того, как сарафонное радио распространялось в нашей гостинице, у нас останавливалось все больше гостей. Мы можем помогать каждому путешественнику на прощание, но это прощание будет иметь связь с следующим путником. И люди, которые уже останавливались в гостинице, в какой-то момент снова откуда-то услышат о нас и захотят вернуться. Эта гостиница – это место, где проходят путешественники, и это также место, которое становится частью их рассказов. Ну, специфичная голова, конечно. Даже сейчас как-то идейную часть тяжело выделить. Ну, как бы нам в лоб ее говорят, но если даже на секунду так подумать, не особо-то в ней много смысла. В этой поездке тоже нет ничего необычного. Как всегда смотрим вдаль. Как всегда мы с напарником подшучиваем друг над другом, пока переживаем за девчонок, как всегда. Цветная. Курочан, эй, Курочан. А, Куросан? А, это другие какие-то люди, понятно. Это толстая ветка? Нет, тот, что рядом, похоже, будет вести сильнее. Курочан, мы давно этого не слышали. Верно. Готовы? Я начинаю. Ладно, собираем яблоки. Положите эту в корзину любые посеченные яблоки или зеленые. Посеченные? Не знаком с тем. В какую корзину мне положить этот мягкий фрукт? Можешь просто оставить его на земле. Оно может быть грязным. Потому что, типа, давно не было Курочан. Ты вот про это, да? Что это, типа, уже после. Посеченные после падения, наверное. Не знал, потому что у них название. Я так и думал. У меня было два варианта. Либо которые ветки повредили. Ну, типа, на них остались следы. Либо упавшие. И у них, типа, следы от ударов. В этом году у нас хороший урожай. Я рад, что ситуация, наконец, стабилизировалась. А, нет, это мужик был. Ну, ладно. Мы разжили леса всего семь лет назад. Теперь, когда вы об этом упомянули, кажется, что молодых деревьев стало намного больше. В любом случае, вы мне очень помогли. Ты усердный работник, Куросан. А еще ты прихватила с собой свою верную домашнюю летучую мышь. Я, зная говоря, попросила... Попросила прислугу мужчину. Поэтому, когда пришла молодая женщина, примерно того же роста, что и моя дочь, и не знала, что произойдет. Да, вы должны были нанять рабочего мужчины, но он предал меня в 11-й час. А? А, типа, что Сэн должен был прийти, видимо. Работать. Наверное, в этом плане. Время ланча. Мама! Снова с большим количеством картофеля и гороха? Да-да-да, я тоже так понял. Он же теперь превращается свободно. Я слышал, что пшеничные поля рода Сана в этом году тоже бесплодные. Я предполагаю, что с того момента он собирается прийти на пастбище или открытые поля. Твой больший брат. Жаль, что он был таким нетерпеливым. Они одного размера. Но мне интересно, как долго этот демон будет продолжать жить в этой деревне. Это что, ульи? Верно. Они появились у нас с тех пор, как мы расширили сад. Довольно шикарно для отдаленной деревни. Я не знаю, но говорят, что если вы сможете собрать мед, то вырастите много яблок и гороха. Но до недавнего времени у нас были только маленькие гнезда. Но с этими большими ульями вы можете получить вкусный мед без примесей личинок или воска. О, да, за обедом это действительно было так. А? Куда он делся? Эй, ты не видел корзину, которая была здесь? С этими странными разноцветными яблоками внутри? Да. Тогда они были странного цвета. Это было у Хе-чан. Хе-чан? Не причиняй боль. Он, дорогой друг, этого путешественника отпустил прямо сейчас. А? Хорошо, но подожди. Ах, сеть запуталась. Я извиняюсь. Я не думал, что кто-то выращивает этих летучих мужей. Это мой друг с детства. Он тот, кто построил эти улья. А, так это он, да? Несмотря на то, что он сын кузнеца, он много знает о выращивании зерновых, поэтому помогает здесь на ферме. Это преувеличение. Мне просто нравятся насекомые растения. Я изучал кое-что о сельскохозяйственных культурах, чтобы поговорить с лореттой. И в итоге стал довольно хорошо разбираться в них. Вот и все. В мире насекомых иногда бывает, к сожалению, то, насколько самец прятан самке. А, в мире иногда вызывает сожаление. Ну да, да, я понял. Ну да, это правда. Ну, там, не только насекомые, да, там всякие там богомолы, пауки и другие некоторые товарищи. Почему ты много... Почему ты заговорил об этом сейчас? Он кажется серьезным молодым человеком. Я не могу винить его за то, что он принял тебя за паразита после уборки урожая. Как грубо. О, нет. Я поймал тебя сетью не из-за этого. Я просто... Я просто хотел попробовать опыление летучими мышами. Опыление летучими мышами? Я самоучка, но я построил теплицую и выращивал растения из других стран. Как бананы и кактусы, но все идет не очень хорошо. Поэтому я кое-чему научился во время учебы. Похоже, что растения в жарких южных странах в основном опыляются летучими мышами. На самом деле, мне кажется, что быть опозванным паразитом было бы менее оскорбительно. Звучит сомнительно. Ну что, летучие мыши не живут на открытых местностях. Они в пещерах живут. Так, зачем же ты пришел сюда? Ах, да верно. Сначала услышите на это. Пшеница с поля Родосана. Что ж, в этом году зерно тоже почернело. Это спорынье. Рынье. Спорынье. Известная болезнь, которая делает пшеницу ядовитой. Любое живое существо, которое съест зерно, зараженное спорыньей, будет испытывать сильное помрачнение рассудка и конвульсии и галлюцинации. У них может возникнуть ощущение сжения в конечностях, которые могут почернеть и сгнить. Вот почему в пограничных землях с древних времен это приписывалось ледяным демонам или ведьмам. Потрясающая ученая летучая мышь. Летучая мышь, я думаю, это... Летучая мышь, я думаю, это немного отличается от спорынье. Причиной появления спорынь является плесень. Ну да, я тоже подумал про грибы. Черные части в колосьях знаков, их называют когтями демона. Но эта пшеница отличается от той. Все почернело, как деревенский уголь. Во-первых, пшеница это культура, которая приживается благодаря благоприятному климату и бризу. И спорынье тоже. Когда бушует буря, болезнь легко распространяется. Если наступает засуха, болезнь вымирает. Несмотря на это, несмотря на здешний климат, только пшеница в этой деревне каждый год поражается этой болезнью. Каждый год. Сначала все держались, думая, что это мимолетно. Но прошли годы, люди сдавались и переключались на другую сферу деятельности. В этой деревне уже много лет не собирали золотистую пшеницу. А у нас обед был хлеб. В ближайшей деревне делятся с нами кое-чем. И мы тоже обмениваем кое-что. Обмениваем кое-что. А, понял. Но я хочу что-то с этим сделать. Жутко, что только в вашей деревне в нашей, наверное, деревне наблюдается это странное явление нереально их общества. И мы не можем вечно не иметь возможности выращивать пшеницу. Ну, да, то есть в нашей деревне. Моя мать беременна. Она боится, что даже пшеница из других деревень может казаться испорченной. И с тех пор, как родилась моя младшая сестра, она отказалась есть что-либо, приготовленное из пшеницы. В этом году несколько раз ступал на пшеничные поля, чтобы понаблюдать за этим. И есть одна вещь, которая прилетела мое внимание. Всего один элемент. У меня такое чувство, что в этой деревне порхают бабочки, херел. Во время полета бабочек с ласточкиным хвостом. Во время полета я больше иметь к этому какое-то отношение. Наверное, могут иметь. Ты только что сказал, что они любят белых бабочек с ласточкиными хвостами? Ах, да, именно так. Те, которым коллекционеры насекомых относятся как настолько редким, что им не придается никакой ценности? А, да, думаю, что да. Мм, они столько необычные. Это длинное имя. Я забыл о них. Они так распространены в этой деревне. Мои младшие братья и сестры ладят их постоянно. Итак, вернемся к тому, что я говорил. А, говорил. Я часто видел рой бабочек на пшеничных полях. Даже в те сезоны, когда они этого не делают, им не нужно собирать нектар. Это необычно. Не фрукты или цветы, а пшеница. Нет в тройнистых культурах, нет элементов, которые могут привлечь бабочек. Да, правильно, именно так. Поэтому я провел эксперимент. Это забавно. А, это забавно. Обычно он нервничает в присутствии людей и становится косноязычным. Но посмотрите, какой у него энтузиазм. Иногда, когда он начинает говорить на какую-то тему, я не понимаю и половины сказанного. Однако, похоже, что он проводит лучшее время в своей жизни, наконец-то встретив равного себе по интеллекту. Боюсь, обзакладся. Он чувствует то же самое. Он всегда хотел кого-то подобного. Ну да, сына. Это правда путешественник? Тогда, пожалуйста, простите мою грубую просьбу. Но не могли бы вы позволить мне отдать вашего питомца? Мне жаль, но я не могу этого сделать. Он мой. У нас разные гены, но он более или менее мой отец. Ты специально подбираешь слова, чтобы встряхнуть его. Ваша семейная ситуация настолько сложна. Шутки в сторону. Не могли бы вы продолжить рассказывать нам о пшенице и бабочках? М, а, да, точно. Во-первых, пожалуйста, взгляните на одно из... На одно из образцов Херелл Уайт с ласточкиным хвостом. Подождите, а... Стойте, он уже исчез. Я поймал его не больше часа назад. Исчез. Ларета, не могла бы ты позвать сюда своих сестер? Эти двое умеют летать быстрее, чем я. Конечно. Надо ловить, ну ладно. У нас есть бабочки, достань. Достаточно ли этого? Это действительно было быстро. Да, говорят, есть какой-то трюк, чтобы их поймать, но они отказываются говорить мне как. Сюда, Курочан, ты берешь это? Благодарю вас. Осторожнее открывай его, потому что они легко ломаются. Эм, хорошо. Ой, солнечный свет, кажется, заставляет их светлый, темный рисунок крыльев меняться местами. Это определенно белые бабочки ласточкины хвосты херела. Действительно ли они связаны с болезнью пшеницы? Это то, что я думаю, но это все равно не более, чем предположение. Нет, ты прав. Я почти уверен, что причина черной пшеницы кроется в этих бабочках. Я, к тому же, может быть, так уверена. Потому что ощущение, которое у меня возникло, что что-то не так, когда я посмотрел на колосс черной пшеницы. Это то же самое чувство, что я испытываю сейчас из-за гушек. Наконец-то я поняла черная магия. Бабочки... О, руку показали. Бабочки необычные. Они это то, кем я была совсем недавно. Бабочки, зараженные паразит... паразитическими фрагментами из моего прошлого. Ну да, я тоже так подумал. Колосс был... Колоссы... Колоссы были странные. Слишком еще там описание, что они, типа, гниют там. Все такое. Походу, мы даже продолжим это в следующей главе. Видимо, реально, история уже после финала, и какое-то завершение будет даже в этом дополнительном томе уже окончательно-окончательно. Может быть, и последняя глава, кстати, какая-нибудь тоже продолжающая. А, я помню, еще и большая. Ну, приятно, да, сейчас посмотреть, чем персы занимаются. Шляпа обычная. Рабочая. Ну и да, какие последствия. Говорили, что она рассредоточилась по всему миру. Таких, видимо, мелких неприятных проявлений кое-где будет появляться. Конец записи.